Спасибо, братья, спасибо, тебе тоже желаю здоровья, возвращайся, радуй болельщикам своими выступлениями, потому что они действительно яркие и всегда запоминающие, и знаешь, как тебе сказать, то, что произошло, я думаю, это произошло для чего-то, и ты сделал выводы, и вернешься сильнее, и ты будешь еще больше показать зрелища, и принесешь, знаешь, новую эмоцию в мире, где находится. Да, мне очень приятно, это было чемпионат, за что-то есть, спасибо большое, спасибо, спасибо. Я сегодня впервые буду угловым на профессиональном боксе, и Дима, мой близкий друг, товарищ, я ему желаю победы, буду его поддерживать со своей стороны, и я уверен, он одержит победу яркую, он в отличной форме, все болеем за него, верим, и я считаю, что Шон, это, скажем так, боксер не его уровня. Сэм, Сэм, извиняюсь, Сэм, Сэм Шоумейкер, по-моему. Шоумейкер, Шоумейкер, да. Да, да, да. Если честно, я думаю, что в первом раунде все может вообще. Ну, учитывая манеру бокса Дмитрия, конечно, скорее всего, первый, максимум второй раунд. Для тех, кто делает ставки на спорт, букмекерская компания Пари увеличила бонус для новых клиентов до 5000 рублей. Ты можешь получить его по промокоду 5К при первом депозите 2500 рублей. Ты сможешь вставить на любое событие ММА в лучшем приложении к спорту. К тому же Пари дает широкую и интересную линию на каждый бой. Ссылка в закрепленном комментарии. Удачи! Женя, ну что, объявили бой между Григорием Пономаревым и Мухаммадом Вахаевым. Интересно твое мнение узнать. Ну, что сказать. Топовые бойцы. Один действующий чемпион Fight Night, второй бывший чемпион ACB, ACA. То есть трехкратный чемпион мира, скажем так, это Мухаммад Вахаев. И это два топовых российских человеса, которые будут драться между собой. И либо молодой, голодный, либо опытный. И, скажем так, тоже амбициозный. Кто из них победит, я думаю, шансы равны. Все будет зависеть от того, в какой форме они подойдут. С одной стороны, Григорий мощный, большой, сильный физически. С другой стороны, опытный, очень выносливый и терпеливый Мухаммад. Посмотрим, посмотрим. Будет интересно. Вы с Гришей, вы хорошо общаетесь, насколько я знаю. Да, мы общаемся, но видишь, сейчас, скажем так, возникает такая вероятность, что мы сможем с ним встретиться. И как ни крути, если мы с ним встретимся, нам придется драться. Если сразу предупредили, что не будет такого, будут одноклубники драться. Неважно, друзья, вы не друзья, не получится держать за пацанов. Поэтому, я не знаю, как. Как что-то будет, если мы с ним встретимся, придется как-то драться. Ну, я к боям так отношусь, это моя работа. Я думаю, он так же относится, думаю, с этим проблем не будет. Ну, естественно, мне бы не хотелось с ним встречаться. Но, как что имеем, имеем то, что имеем. Мы с ним тренировались в зале Федора, так это, в общем, назовем. Я даже был свидетелем ваших совместных тренировок. Но сейчас это такое, как бы, противостояние, как сам Гриша тоже говорит, то есть борец против борца, получается. По факту, да. А когда встречаются два борца, что происходит? Они дерутся в стойке. Ну, я думаю, в этом бою так и будет. Будут драться в стойке, кто первый пропустит, тот и пойдет в борьбу. Кто первый именно тяжело пропустит, тот начнет навязывать борьбу. И все будет зависеть от того, какие кондиции, какая борьба вообще. Знаешь, со стороны класс борьбы присутствует у одного и у второго. А на деле мы посмотрим, кто лучше борется. Я думаю, это будет ключевое. Кто лучше борется, кто физически лучше готов, кто лучше дышит, тот и победит. Я не знаю, ты смотрел наше интервью с Мухаммадом Вахаилом? Смотрел, да. Огненный, я бы сказал. Нет, ну это в его стиле. В его стиле он, скажем так, раскручивает бой. Ну что, это круто. Когда человек раскручивает, это же привлекает интерес. Я так тоже считаю. Я думаю, Григорий тоже, в свою очередь, как-то, скорее всего, ответит. Я думаю, должно так быть. Но если не ответит, не ответит. Может быть, ответит как-то на их встречи, когда они встретятся, да, как на какой-нибудь передаче. Но что-то будет, я думаю, раскрутка будет, что-то будет интересное. И я думаю, это должно привлечь зрителей. Это громкий бой. На самом деле, те люди, которые не посвящены, это сейчас сильный бой российских тяжеловесов. Это топ-5, топ-10 входят лучших тяжей России. Поэтому это нужно смотреть. Ну вот, в частности, Мухаммад, так скажем, выразил уверенность в том, что он легко заборет Григория. Есть вот реально основания, что он легко... Нет, ну, с его стороны, как бы он сказал, нет, ну, я не знаю, я сомневаюсь, получится или нет. Он сказал дословно, что Григорий не боится. Я понимаю, да, но он всегда же уверен в своих силах. Я когда выхожу на бой, я тоже говорю, что я выиграю своего соперника, что я отправлю его в нокаут. Я уверен в своих силах. А реально ли вообще Григория залежать? Ну, понимаешь, Мухаммад такой боец, Мухаммад, он не залеживает никого. Он переводит и добивает. Он не контролирует, у него нет задачи контролировать. Когда залазит в доминирующую позицию, он всегда добивает, и у него очень тяжелые удары. Я на себе их чувствовал. От природы очень сильный физический боец. Сказать, что там, допустим, он поднимает штанги, да, там тяжелые, у него физика именно такая, штангистая, ее нет. У него именно природная сила. Борцовская такая, да? Даже не борцовская, не знаю, как тебе сказать. Он от природы такой сильный человек, богатырь. Вот. И я считаю, что это у него талант такой, да, и он его правильно использует. Потому что я с ним, когда дрался в последнем поединке, он оторвал меня, поднял практически выше сетки. Я в этот момент просто офигел. Ну, сильный парень, да, безусловно. Но в то же время и Григорий сильный. Я с Григорием тоже тренировался. Он очень физически сильный, он большой. Он в свое время весил под 150 килограмм, сейчас где-то 140. Но это тоже большой вес. Он очень мощный. Я знаю, что у него, допустим, становая тяга, там хорошие показатели, там жим. Ну, это сильный физический парень, который... Среди бойцов, кстати, у него, по-моему, самый большой жим из российских. А сколько жим у него? 210. 210? Ну, это круто, да. Я, скажем так, жал, когда занимался этим, жал 183 раза, там, 200 я даже не жал. Кстати, 183 раза, это тоже очень. Ну, неплохо, да, но я весил тогда 115. Григорий весит побольше и, скажем так, и показатели у него повыше. А становая у нас с ним примерно плюс-минус одинаково. Он мне говорил, что где-то пройдет 275. Да, ну, может быть. Ну, вот я 300 становую сделал. 300, да. Ну, у меня есть на странице в Инстаграме видео, я 300 делаю стану. Ну, это же такой, что-то где-то как... Ну, это уже, скажем так, мастер-спорта, конечно, лифтерский какой-то. Да, да, да. Где-то мастер-спорта по остановой тяге. Если в категории, там, до 120 килограмм, я не помню, как там в категории, там, допустим, разбиваются. Ну, это хороший результат. В общем, все, вот, кстати, там в комбинезон, ну, хотя там, по-моему, эти комбинезоны... В экипировке и без экипировки. Ну, естественно, я без экипировки. А это в боях насколько помогает, кстати? Ну, когда ты физически развит, в любом случае это тебе помогает. Это лучше, чем когда ты, допустим, слаб, да, когда ты слабее своего соперника. Если ты где-то технически проиграешь, но ты физически сильный, то в любом случае это будет только плюс. Даже где-то пробилы в технике нивелируются, когда ты физически сильнее. Ну, что у нас получается? Твоим следующим соперником станет или Тони Джонсон, или Антон Визидин. То есть, и с тем, и с другим ты дрался, с одним причем дрался трижды. Антона ты достаточно, на мой взгляд, уверенно у него выиграл. И Джонсон, ты в последнем бою вообще нокаутировал. Как тебе? Так и было. Ну, скажем так, я был удивлен таким жребием. Есть другие бойцы, скажем так, в нашей сетке и в нашем гран-при. Вот, допустим, Кирилл Корнилов, это ударник, который проводит яркие бои-стойки. Я бы хотел с ним тоже в стойке зарубиться, показать, что я в стойке лучше него, что мой бокс лучше, он тайский боксер. А я боксер, и я показал бы бокс, и я нокаутирую Кирилла Корнилова, если мы встретимся с ним. Жестко. Ну, жестко, не жестко, это, скажем так, правда. Говорю как есть, я верю в свои силы. Если я попаду по любому сопернику своему, он упадет, и я закончу бой. А самая крепкая челюсть, которую ты в своей жизни встречал? Самая крепкая челюсть, которую я встречал, это Мухаммад Вахаев. А как же Джонсону на тот взгляд удалось все-таки его уронить? Ну, я не знаю. Я тогда удивился сейчас. Знаешь, какой момент? Мухаммад рассказывал, что у него были в тот момент проблемы что-то со здоровьем, да? Может быть, это как-то сказалось, либо накопилось. После этого боя все говорили, что он уже пробит, и ты его легко нокаутируешь. Но я когда с ним дрался, я попадал, ему хороший удар в декабре в Москве. И вы все видели, что даже он не упал от этих ударов. А удар там был не один, я много ударов ему попадал. Он очень крепкий. Я же говорю, от природы крепкий парень. Мне он напоминает такого резинового человека, что его как ни бей, он все равно встает и продолжает драться. Жень, ты дал яркое, достаточное интервью моему коллеге Владу Усачеву, сказав, что ты нокаутируешь Джона Джонса. Это, так скажем, для хайпа было сказано? Да нет, почему? Ну, я тебе хочу сказать, что, допустим, вот если брать Павловича, ну, величайший, ну, нельзя разве его победить. Допустим, я вижу его пробелы, что в боксе у него большие пробелы. Перевести Джон Джонс меня точно не сможет. Я, как бы, мастер спорта по вольной борьбе. Меня перевести не просто так. И наша школа российской борьбы, да, она очень высокая, в мире она лучшая. И я выиграл всероссийский турнир по вольной борьбе мастерский. И вот в последнем бою видели, да, как Алихан, он тоже, кстати, является мастером спорта, Алихан Вахаев по вольной борьбе. Да, мастер спорта по вольной борьбе, да. И он пытался меня перевести, но у него ничего не получилось. Ни от сетки, ни в центре клетки. И я уверен, что и Джон Джонс меня не переведет. И Джон Джонс для тяжеловеса он небольшой. И бокс, у него с боксом большие проблемы. Я увидел в последнем бою он еще хуже стал, чем он был в полутяжелом весе. Да, для Сирио, для Сирио, для Сирио Алгана, как бы, борьбы хватило. Но для Сергея Павловича этой борьбы не хватит, это 100%. И я уверен, что для меня не хватит. Поэтому я говорю, что Джон Джонс для меня, ну, не скажу, что удобный соперник, но я бы смог его победить. И я думаю, закончил бы бой досрочно. А почему так уверен в Павловиче, кстати? Ну, потому что кто сейчас не уверен в Павловиче? Если 6 боев, 6 побед, 6 нокаутов в первом раунде. UFC такого даже не ожидало. И сейчас человек выходит, просто тушит свет. И сейчас он должен драться. Сейчас по факту бой, который люди хотели бы увидеть, супер бой, это с Фрэнсисом Гану. Вот это бой. Это бой, который смотрел бы весь мир, понимаешь? Ну да, это было бы, конечно, реально очень круто. У Гану много фолловеров. И все бы его фолловеры, да, они смотрели бы, болели бы за него. Плюс Россия болела бы за Павловича. Это было бы просто вау. И я считаю, что все бы кайфанули. Этот бой бы закончился 100% в первом раунде. И я тебе скажу так, что UFC бы могло заработать. И бойцы бы могли заработать. Очень много все потеряли. Потому что Гану ушел, зря он это сделал. И сейчас, если он подпишется в ВАН, то, возможно, даже Малухин сможет его забороть, победить. И на этом про Гану все забудут. Малухин хорош, конечно. В борьбе хорош, да. В борьбе хорош, безусловно. И бьет неплохо. Но я думаю, бить в стойке, как бы, драть в стойке с Фрэнсисом он бы не стал, перевел бы его. И там бы, скорее всего, закончил. Вот, кстати, ваш бой с Малухином был бы интересен. А я же с ним дрался уже с Малухином. Ну, я знаю. Я с ним дрался, но я скажу так. Скажем так, я тогда только начинал вообще свой путь. Я одержал только свою первую такую победу значимую. На М1 я победил на тренере в Ингушетии в 17-м году. Данила Арепьева, есть такой боец. Тогда у него рекорд был 9-1 или 10-1. То есть неплохо шел. Он перед этим проиграл Антону Визигину, Арепьев, в таком достаточно близком бою. И следующий бой дрался со мной. А у меня был рекорд что-то 5 или 6-2. И я победил Арепьева. И, скажем так, не планировал выступать на чемпионате России по смешанным единоборствам. И президент Федерации Ростовской области Армен Арменович Данилян попросил меня за команду Ростовской области выступить, поддержать. И я не тренируясь, скажем так, не готовясь к этому трениру, я выступил. Я был не готов. Не готов. И я не ожидал, что будет такой марафон. Я пришел к 8-м утра на взвешивание. А последний свой бой, третий за день, я проводил, чтобы не соврать, около 10 или 11 вечера. Вот так было. Я уже просто был без сил и, не знаю, измотан. И я провел 3 поединка за день. Я очень устал. Я был не готов к этому. И я проиграл. Я проиграл. Но это нормально. Это опыт. И, скажем так, в том бою я прочувствовал борьбу. И в первом раунде ему тяжело было меня перевести. Он один раз меня перевел, я сразу устал. И все. А во втором раунде у меня уже не было сил. Он меня смог перевести. И сделал мне болевое. Женя, мы будем составлять рейтинг. Там будет глобальный опрос. Это такой небольшой анонс. Русь лучших российских бойцов вне зависимости от весовой категории. Ну, там мы будем опрашивать журналистов, блогеров, в общем, экспертов. Там их будет несколько. Вот если говорить о российских тяжеловесах, ты бы как бы составил этот рейтинг? Ну, конечно, не топ-15. Мы сейчас тут будем долго думать. Но хотя бы топ-5, например. Ну, допустим, я сейчас вижу, что Павлович, безусловно, номер один. Александр Волков номер два. Дальше, 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 дальше. Я сейчас так не вспомню. Сейчас очень мощный, я вижу, когда брал хороший ход Резван Куниев. Я думаю, в пятерку он точно входит. Не буду там называть, там, третий, второй, четвертый, не знаю. В пятерку входит Анатолий Малыхин. Анатолий Малыхин. Себя не буду говорить. Ну, наверное, я считаю, что Григорий Пономырьев, Мухаммад Вахаев и Алихан Вахаев. Это вот, который приходит на ум. Может, кого-то забыл. Еще, наверное, Валентин Молдавский, я думаю. Тоже очень хороший парень. Сильный боец. Мы с ним тренировались. Им просто не повезло, но я считаю, что он тоже достоин быть в этом рейтинге. Может, кого-то забыл, кто там, с кем общаясь. Там, ребят много, там, тяжами общаясь. Кого забыл, ребят, не обижайтесь. Там, всех не могу сразу вспомнить. И, пожалуй, последнее. По Павловичу, кстати. Ну, вот, я вот сейчас вот вспомнил. Человека, который в него, ну, не то чтобы не верит. А, вот еще сильный парень, Олег Попов. Олег Попов тоже сильный, тренировались мы с ним. Хорошо борется. Сильный парень. Достаточно интересная манера ведения боя, да. Асламбек Бадаев сказал, что Сергей еще не прошел проверки настоящие. Я, кстати, вот, если честно, я с этим не согласен. Что ты думаешь? Ну, скажем так, если не прошел проверку, кто даст проверку? Кто тогда даст проверку? Проверку-то давать некому. Всех закончили, всех перебил. Остался только с кем он не дрался. Кто может что-то попытаться на бумаге хотя бы показать. Это Том Аспинал, который сейчас после поражения, после травмы. И Серил Ганн. Вот эти люди, да. Ну и плюс, да, они как бы могут что-то попытаться создать. Эти бои было бы интересно посмотреть, да, до боя. А что было бы в бою, не знаю. Может быть, Павлович также бы закончил нокаутом в первом раунде. Джонс и Меотич это вообще? Ну, Джонс и Меотич это уже люди, которые, скажем так, Меотич это уже ветеран, который падал в тяжелые нокауты. Это точно этот мисс матч. А Павлович удобный соперник. Потому что Сергей умеет бороться, и бокс у него намного лучше. И рич у него не меньше, чем у Джона Джонсона. У него, прошу прощения, у него неудобный, ты хотел сказать. Сергей Павлович неудобный соперник. Для Джона Джонсона, конечно, да. Все соперники в карьере Джона Джонса, у которых был хороший бокс, для него были неудобны. Мы это знаем по Густавсону, бою с Густавсону, не знаю, кто там еще, Тьяго Сантос, там много кто с ним дрался, кто в стойке, скажем так, в боксе переигрывал. И были большие проблемы у Джона Джонса. А ты с Павловичем же не пересекался? Ну, как-то так получилось, нет, не пересекались. Знаешь, как было, я тебе сейчас скажу, это мало кто знает. У меня была долгодлительная карьера по армейскому рукопашному бою. В 2012 году я выиграл международный турнир, Громово есть такой турнир в Москве. Я выиграл его, и после этого я завершил, скажем так, любительскую карьеру. И Павлович пришел на мое место, вот так мы с ним пересеклись, да. И он начал ездить за Ростовскую область по рукопашному бою вместо меня. И вот он занял мое место, и я слышал, что он пошел, пошел хорошо, побеждал. А потом, потом на его место пришел Олег Попов. Вот так, да. Мы все, скажем так, за Ростовскую область, все в одной, скажем там, были. В одном месте были, но в разное время. А АРБ это именно где в шлемах, то есть? Да, в шлемах армейский рукопашный бой. А руки не ломал там, кстати, обыдеться? Нет, нет. Не ломал, не ломал, нет. Бил людей, но какие-то травмы были, когда бил руками. Ну, ничего такого значительного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова